В Духовном Центре имени Пророка Исы прошел форум «Рай под ногами матерей». На мероприятии говорили о роли женщины в семье и в обществе. Для участниц звучали строки Корана, стихи и нашиды. Для детей провели увлекательную викторину. Об этом в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Мечеть имени Пророка Мухаммада, мир и мои благословения – один из проектов Духовного Центра. Он еще не достроен, но уже второй раз в Женщины Республики проводят на этом месте просветительский форум. Нас просят женщины, чтобы время от времени здесь их собрали, потому что вот это место уже, пока еще строится, стало каким-то магнитом, куда тянутся люди. И вот женщины звонят, пишут, очень хотят собираться здесь. Для участниц звучали мудрые наставления об ответственности женщин, как матери, жены и дочери. Мероприятие сопровождалось чтением аятов священного Корана, религиозных стихов и нашидов. Людей, активно принимавших участие в социальной жизни республики, отметили благодарственными грамотами. А детей, правильно ответивших на вопрос о религии, поощрили подарками. Особенно такие мажорицы, которые проходят в таком священном, святом, культовом месте, я думаю, очень позитивный результат имеет. Мы с удовольствием принимаем участие в этих мажорицах. Руководство духовного центра организовало для женщин приятный сюрприз. Одну из стен мечети поднимут именными кирпичами представительниц слабого пола. Именно вот этот передний час мы оставили для бонуса, для подарка, для женщин, тех женщин, которые активно проявляются. То есть, которые болеют, которые с нами. Мы знаем, что женщины сделали здесь большой нос. Мы знаем, им с ним кто-то есть, человек, который всегда впереди. Даже вот именно для тех людей мы оставили эту сторону. То есть, будут здесь именные кирпичи, будут написаны свои имена и будет именно передняя часть мечети, где будет имам делать намаз. Женщины Дагестана и страны уже внесли огромный вклад в строительство духовного центра. Более 40 миллионов рублей из 7 килограммов золота было передано на строительство женской части мечети и минарета. И это еще не все. По словам организатора форума, работа в этом направлении будет продолжена. Активная помощь женской части населения значительно ускорит ход строительства духовного центра. Здесь будут обучаться и воспитываться не только нынешняя молодежь, но и последующие поколения. Поэтому они делают все, чтобы стать частью большого проекта. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.